Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео, я только что стал долларовым триллионером. И многие из вас неожиданно для себя тоже стали либо миллионерами, либо миллиардерами, кто-то может быть даже триллионерами в эту ночь. Как можно спать в то время, когда на твоем кошельке миллиарды долларов? Биткоин стоит 789 миллиардов долларов, квант 23 миллиарда долларов. Терра-Луна около 2 миллиардов долларов. Общая рыночная капитализация при этом составляет 692 квадриллиона долларов. Этого хватит, чтобы покрыть всю поверхность земли более 58 миллиардов раз. При этом баланс твоего кошелька 600 миллиардов долларов. Что вообще произошло? То ли глюк, то ли взлом. По информации Watcher Guru, CoinMarketCap, один из крупнейших информационных крипторесурсов, был взломан. Однако это не подтвержденная информация, ведь сам CoinMarketCap такого не писал у себя в Твиттере. Они написали вот что. Наш сайт в настоящее время испытывает какие-то проблемы с отображением цен. Инженерной группе известно о неверной информации о ценах, отображаемых на CoinMarketCap. В настоящее время мы работаем над решением этих проблем. В качестве доказательства, что это был не взлом, они дают ссылку на сайт, где можно следить за инцидентами, произошедшими на CoinMarketCap. Меня лично это не совсем убедило в том, что мы просто столкнулись с глюком, а не со взломом или еще каким-то конспирологическим трюком. Потому что все это происходит 15 декабря, в день собрания ФРС, посвященного инфляции, программе закупки активов и процентным ставкам. Это собрание, видимо, будет иметь последствия для рынков, и оно не может быть проигнорировано. Странно, что такой глюк произошел именно в такой важный день. Не вчера, не завтра, а именно в такой важный день. Кроме этого, интересно заметить, что на сайте Yahoo Finance, открыв график цены биткоина, можно увидеть, что во время этого глюка на CoinMarketCap цена биткоина падала 47 тысяч долларов до 32 тысяч долларов. Буквально за один час. Почему это произошло одновременно с глюком на CoinMarketCap? Трудно ответить, но это очень подозрительно. Я нашел интересную диаграмму, и ты наверняка думаешь, что она значит. Это книга лимитных ордеров на криптовалютной бирже Bitfinex. Интенсивность цвета означает размер этих ордеров на той или иной отметке цены биткоина. Ситуация ордеров на Bitfinex сейчас очень напоминает такую же в сентябре этого года, после чего биткоин сильно подскочил в цене. Может быть, именно на это намекает и сегодняшняя ситуация с ордерами на Bitfinex. Ведь прямо сейчас розничные инвесторы, судя по этой лимитной книге ордеров, активно продают в минус. Прямо в преддверии собрания Федерального комитета операций на открытом рынке ФРС США, где обсудят инфляцию, закупку активов и процентные ставки. Некоторые аналитики думают, что после этого собрания биткоин может вырасти, даже если новости будут плохими, потому что неясность с рынка наконец-то исчезнет, и мы будем четко понимать, что будет делать ФРС. А как мы сегодня говорили, неясность – именно то, что и является причиной краткосрочных падений биткоина. На это в том числе и указывает эта книга ордеров на Bitfinex, которую мы только что рассматривали. Похоже, что это все может закончиться так называемым «покупай новости событием» by the news event, то есть покупками именно после новостей, которые появятся после собрания ФРС сегодня. Также, исходя из аналитики Material Scientist, игроки с огромным объемом торгов, как мы видим вот здесь, толком не покупали с октября ни одной просадки, и только лишь продавали по средневзвешенной цене. Неудивительно, что биткоин падал. И хотя есть некоторые крупные игроки, такие как Майкл Сейлор, Сальвадор и третий по размеру кошелек биткоина, этого не хватает, чтобы изменить и переломить эту ситуацию. К этому добавляется и то, что индекс страха и жадности практически целый месяц находится на территории экстремального страха. В последний раз такое было в мае, июне и июле этого года, после того, как биткоин упал с 65 до 30 тысяч долларов. И как ты видишь, именно здесь и нужно было покупать. После этого биткоин рос в сентябре, октябре и ноябре. Похоже, что сейчас этот экстремальный страх, в котором мы находимся практически весь месяц, может быть закончен только лишь собранием ФРС США сегодня. Вот почему сегодняшнее собрание настолько важное для биткоина и для других финансовых рынков тоже, потому что мы получим четкое понимание, что они собираются делать дальше. Связаны ли эти события? Потенциальный якобы взлом CoinMarketCap сегодня ночью? Падение биткоина на Yahoo Finance до 32 тысяч долларов? И, наконец, встреча ФРС США сегодня, посвященная инфляции. Может быть, у меня нет четких доказательств, но есть большое подозрение. Мне кажется, что-то здесь неладно. И, наконец, я хочу тебя спросить, каково чувствовать себя триллионером хотя бы несколько часов подряд? Напиши в комментариях. Мне, например, было очень приятно. И очень жаль, что это не по-настоящему. Меня зовут Богатейший Ди. Спокойной ночи. Увидимся завтра.